Португалия идет на рекорд. Температура воздуха уверенно приближается к 50 градусам по Цельсию. Возможно, завтра будет самый жаркий день в истории Европы. Светлана Чернецкая расскажет подробности. Фонтаны – самые привлекательные достопримечательности в эти дни. Туристы ищут прохладу либо под струями воды, либо прячутся в музеях. Европу накрыла вторая волна аномальной жары. В таком городе, как Париж, не хочется просто прятаться в тени. Мы стремимся все посмотреть, но приходится быть очень осторожными. Не ходить долго по жаре и много пить. Изнемогает от жары не только во Франции, но и в Греции, Германии, Британии. В Швеции тает ледник на вершине Кебнекайсе, поэтому она уменьшается на несколько сантиметров в день, рискуя потерять статус самой высокой в стране. Но самая адская жара ожидается в Испании и Португалии. Здесь температура может побить исторический рекорд – подняться выше 48 градусов по Цельсию. Очень жарко. Вчера температура не опускалась ниже 43 градусов по Цельсию. Совершенно нечем дышать. Мы думали, сегодня будет немного прохладней, но нет, жара не спадает. Это просто невероятно. В Испании от теплового удара уже скончались три человека. Хуже всего жару переносят те, кому за 60. В первую очередь мы обеспечиваем людей водой. Также организовываем купание в бассейне. Ну и, конечно же, время от времени предлагаем мороженое. Юго-западную часть Европы накроет циклон из Африки. К тому же из-за песчаных бурь в пустыне Сахара. В воздухе может быть много пыли. Поскольку климат становится теплее, такие жаркие аномальные дни будут все чаще. И это касается не только Европы. Побиты рекорды в Южной Корее и Японии. Этим летом во многих странах температуры были намного выше обычной. Даже ночью температура не падает ниже 25 градусов тепла. В швейцарских озерах гибнет рыба от недостатка кислорода. В Балтийском море цветут токсичные водоросли. Купание запретили на пляжах Польши, Литвы и Швеции. Бьет рекорды и температура в Англии. Здесь небывалые для этих мест 35 градусов. Британские депутаты призывают правительство заблаговременно готовиться к такой аномальной жаре. Как минимум обеспечить школы кондиционерами и изменить дресс-код для госслужащих. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.